Как вы считаете, сколько денег тратится на спецоперацию? Ну, я думаю, что это огромные деньги, это триллионы буквально, если в рублевом эквиваленте, может быть, даже в долларах, я думаю, что это не просто гигантские деньги. Ну, а сколько примерно, как кажется? Ну, триллион. Триллион? Да, ну, рублей, ну, возможно, миллион долларов, но это точно. Вполне достаточно для того, чтобы выигрывать. Ну, скорее, это какая-то сумма существенная для государства России или не очень? Я думаю, что может себе позволить. На специальную операцию? Государство? Да. Мне кажется, мы даже не знаем таких цифр в целом. Можно не буду отвечать на это. Сколько примерно вы тратите в месяц? Так, мне кажется, я трачу 80 тысяч. А сколько, кажется, будет тратиться на спецоперацию, тратиться вообще? Может быть, тысячу? Очень много. Ну, там... У меня максимально много. То есть, основная, получается, часть расходов, налогов, там, россиян. Скорее всего, да. Как вы считаете, это сумма существенна для России или не очень? Ну, то есть, повлияет ли это на уровень, там, благосостояния граждан? Думаю, да. О-о-о-о, нет, нет. Где больше миллиона долларов? Слушай, не-не-не, я вот-вот тратить штуку, очень не хочу суждать. Я так примерно, как в моем представлении, что миллион долларов это много, я думаю, что миллион долларов точно туда уходит, учитывая, сколько, в принципе, уходит на содержание армии, сколько уходит на оборудование, на содержание, например, тех же военных, которые там уходят. Но это, скорее, получается, существенная какая-то сумма для государства или не особо? То есть, для обычного человека, понятно, делают огромные деньги. Ну, я думаю, миллион долларов, даже для государства это тоже существенная. Вещь-то абсурдная. Мы ведем диалог реально насчет того, что стоит ли тратить деньги на убийство людей. Ну, конечно, нет. Но это реалии наши, которые мы попали с 24 февраля. Но войны до этого были. Надо принимать обе стороны. Я здесь... Абас. Да. Я здесь, на самом деле, и слушаю другую сторону. Надо везде где-то иметь середину и понять мнение тех и тех. Конечно же, насилие было и с той стороны. И это тоже должно обсуждаться. Но обсуждаться и вести диалог. Ну, а после начала спецоперации не чувствуете, что вы хуже начали жить от этого? Нет, я не чувствую, потому что я до этого жил плохо. Мне кажется, что в любом случае какая-то, какие-то или какая-то сфера пострадает. Ну, а сами готовы к тому, что придется платить за вот... Ну, больше налогов там будет и так далее? Нет, конечно. Никто к этому не готов. И, в принципе, отрицательно к этому. Я думаю, многие относятся через, в принципе, налоги. Я не задерживаю. Даже на выплату, кстати, по имуществу. Налоговый вычет. Почему-то задерживают этот плат. Ну, вообще, это отразится на благосостоянии населения? Конечно, в лучшую сторону. То есть, русскому человеку нужен пинок под зад, чтобы он начал что-то делать. Поэтому, видимо, это тот самый пинок, когда люди зашевелились и начали активно действовать. И я вижу только поддержку сейчас. Честно говоря, не вижу минусов в этом. Ну, минусы, точнее, это, естественно, понятно, какие минусы. Да, там, гибель людей и все остальное. Но глобально, если смотреть, то я считаю, что очень много плюсов в этом. Честно, для нашей страны, там, несмотря на все минусы, плюсов будет больше. Я вот верю в то, что сейчас все начнет развиваться. Эти деньги не обязательно вернутся, окупятся. То есть, это временный такой. Нужно перетерпеть этот момент, а потом, наоборот, подъем будет. Да, 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 это абсолютно так. Да, на самом деле, уже начался просто. Люди этого еще не очень сильно ощутили. То есть, ощутили сначала провал, но это больше была паника, испуг. А на самом деле, если посмотреть, у нас стали намного больше наших природных ресурсов запускать, закупать. Потому что все боятся, да, даже в обход санкций. Они сами же закупают намного больше. И плюс, стоимость самих ресурсов стала дороже. И в итоге мы зарабатываем сейчас намного больше, как страна, как государство. И поэтому у государства есть возможность поддерживать бизнес, предпринимателей. Поэтому, ну, как бы, классно. Сколько денег уходит, ну, сколько надо, сколько уходит, что делать. Ну, вообще, сами готовы к тому, что лично ваша жизнь может ухудшиться? Ну, я всегда к этому готов, но я этого не хочу. Даже как я не хотел спецоперации, вообще не пойду. Ну, вот кто-то одобряет это очень сильно и считает, что нужно больше, наоборот, денег. Я не знаю таких, среди мои знакомых. Как бы, жили плохо и продолжаем. Ну, а сами готовы к тому, что из-за этого может еще хуже жизнь быть? Хуже всегда есть куда. Ну, конечно, это можно было эти деньги направить на какую-нибудь нужду человеческую. Ну, как бы, я думаю, люди это прям не почувствуют. Но, как бы, для страны это ухудшится, да, состояние. Ну, а смысл в таких тратах вообще есть или не особо? Я считаю, нет. Я просто считаю, что можно решить все без всяких там военных действий. Поэтому я считаю, что лучше все потратить на людей. Не продуманный совершенно, на мой взгляд, не совершенно, не продуманный вариант, не продуманная до конца операция. Операция, косяков так много, что просто вот не в голове к нам укладывается и так далее, и так далее. Ну, сами вот вас бы завтра президентом сделали. Куда бы направили? Ну, конечно, на развитие какой-нибудь инфраструктуры. Не знаю, людям помочь. Ну, то есть там, у нас много бездомных. Вон, только что у меня денег просили. Ну, а на борьбу с нацистами это важнее, по-моему. Ну, конечно, это важнее, но, как бы, ну, туда тоже, но небольшие прям решутся, не знаю, куда тратить. То есть, как бы, я приветствую, да, что нужно бороться с нацизмом, но все же, когда у нас вон люди лежат, вот, можете пойнуться назад, да, что им тоже можно помочь.